Всем привет! Пришла черная посадка из Китая, с сайта Алиэкспресс. Сейчас попробуем ее вскрыть. Здесь у нас по идее две оплетки должны быть на руль, поэтому надо как-то вскрыть ее аккуратненько, чтобы не повредить. Взял я их по акции, вот так они что-то прилично стоили, что-то по-моему... Ладно, немножко сикваридент, здесь не страшно. А, она там в двойном пакете что ли? Точно, двойном пакете. Смотрите, ух, на китайц заморочился. Стоило она что-то там, я не помню, прилично так денег. Взял я по акции, там купончик еще применил. В общем, мне... Смотрите, как она выглядит. Типа, это все брендовое. Вот и видите. Сейчас мы одно вскроем. Тоже китайцы, смотрите, какой-то хрен положил. Традиции китайские какие-то. Хрен. Непонятная какой-то упырь. Так, давайте какой-нибудь вскроем. На тридцать восьмой руль, то бишь тридцать восемь сантиметров. Кожа написана, что кожа. Наш лак какой-то. Значит, мне обошлось обе за триста тридцать восемь рублей. Там это, получается, сколько считаете сами? Где-то 160 с чем-то. 165, где-то 160 с копейками, короче. А где нитки? А, вот они нитки. Так, и иголка здесь. Великолепно. Но иголка, конечно, какая-то немножко туповатая, но хотя нам она не нужно ничего прокалывать. Смотрите, ну, действительно, достойно. Может быть, может быть, может быть. Может быть, действительно, это и есть кожа. Запаха нет вообще. Я удивлен. Ну-ка, смотри. Нет, запаха нет, вы поверите или не поверите мне? Но запаха, увы, нету. Ну, как вы? Это хорошо, что нет. Вот. В принципе, поджечь можно, но я не буду этим делом баловаться. Скорее всего, это очень хороший кожезаменитель, но очень даже похож на кожу. Безумно похож на кожу. Хотя я сомневаюсь, что в Китае у нас что-то будет за так дешево кожаное. Ну, естественно, нитки. Здесь нитки у меня знакомый заказывал. Здесь нитки не те, что у него были. У него какие-то вообще были такие, знаете, такое ощущение, что просто обычные нитки. Клубок взяли, катушку, и несколько сделали, несколько раз сложили там в 5-6 раз. Здесь, смотрите, здесь она какая-то плетеная нить. Я не знаю, видно будет вам или нет, но здесь нить необычная. Нет, наверное, ничего вы не увидите. Вот, немножко на пальце у меня видно вот здесь вот плетение. То есть, это не просто вот как здесь нитка, да, это будет, наверное, смотреться. Она потолще и, скажем так, поровнее будет смотреться, наверное, ах, тонко. Здесь вот даже инструкция, смотрите, вот на этом вот ободке. Не охота мне его рвать, потому что я хотел бы его еще потом... Может, сейчас как-нибудь вывернем его наизнаночку. И чтобы не порвать, только не порвать. Опа, да. Смотрите, вот она инструкция. Китайцы изгалились, смотрите. Видите, вот здесь вот все поэтапно расписаны моменты. Вот. Где делать узелок? Узелок, получается, делать надо на внутрянке вот здесь вот и потом обходить вот с этой стороны чпок и пошел. Согласно инструкции. А, нет. Да, действительно. Узелок делаете здесь и прогоняете иголку вот сюда, в ушко. Вот сюда вот. То есть, вот здесь вот так вот просунули и сразу вон туда, в ушко. Блин, у меня иголка не пролазит. Ну, короче, понятно, вот в это же отверстие, куда я прошивалась нить. И далее уже пошло, вот сюда заходим и пошло вот так вот натягивать. Вот. Делать, собственно, рисунок. Вот здесь я не пойму. Рисунок сделан крестиком или... Да, действительно, крестиком. Она, получается, его стягивает и за счет этого получается крестик. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Посмотрим, посмотрим. Хоть у меня кожаный руль, но мне его почему-то очень сильно жалко. Он немножко уже в одном месте я его покоцал штанами, скажем так. Там были ключи и поэтому немножечко я его не то чтобы порвал, а именно царапнул. Царапнул. Там такая неприятная царапинка образовалась на этой оплетке. Ну, там не оплетка, она в самом руле. Поэтому я что-то подумал, думаю, да, я возьму. И мне кажется, это очень даже достойный материал. Хотя, смотрите, на пальцах у меня вот здесь вот остается вот эта вот крошка. Вот, черная. Не знаю, не знаю, на ваше все это усмотрение. Смотрите сами. Мне очень понравилась данная оплетка. Я взял, на этот случай, два. Мало ли вдруг чего. Может где-то брак будет или еще что-то. Вот. Ну, в принципе, если что, кому-нибудь либо подарю, либо подгоню. Вот. Так что это наше время сейчас не проблема. Не проблема. А вы, если хотите, заказывайте. Повторюсь, я его заказывал за сто шестьдесят с чем-то рублей. То есть, это, в принципе, есть и дешевле варианты, но есть дешевле варианты. Я не знаю, какого качества. Просто у меня дружочек заказывал. У него не такого качества была оплетка. Она у него была более такая, знаете, как вот, более тряпичная, скажем так. Здесь она более такая, скажем, грубая штура немножко и больше на кожу смахивает. Ну что ж, на этом видео мы будем заканчивать. Если видео понравилось, ставим лайк и ссылочку на видео у на продавца оставлю на магазин, вон, на товар на это. Если хотите, проходите, заказывайте. В принципе, товар очень даже качественный. После того, как установлю на роль, обязательно сделаю видосик. Он только коротенький, без всяких рассуждений. Что получилось, какие возникли косяки, подошел ли он, опять же. Ну, вроде как, наш код должен подойти тридцать восьмой. Вот. Надо ли отмачивать, как обычно там пишут, надо отмачивать оплетку, чтобы натянуть, чтобы она легла хорошо. Вот. Причем отмачивают в кипятке. Вот. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Естественно, это не сейчас буду ставить на улице. Мороз дикий. Наверное, до весны отложим это занятие. Вот. Так что ждите, ждите видосы. Постоянно приходят посылочки. По мере возможности делаю обзоры. Вот. Так что много интересного всего впереди. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok